Я помню, у Гейма, лауреата Нобелевской премии, когда его обратно приглашали в Россию, он сказал вот что. Он сказал, что когда мы в начале 90-х работали в Наголовке, у нас как раз-таки была проблема, что мы что-то необходимое заказывали, оно несколько недель шло. Соответственно, в Англии я могу это быстро найти. Мне больше нравится такой стиль работы, который у меня в Манчестере. Еще одна проблема, с которой мы зачастую сталкивались, это то, что есть грантовое финансирование, то есть я не могу сказать, что у нас наука финансируется меньше, чем в Европе, но проблема в том, что зачастую все это финансирование задерживается. когда, например, что-то нужно, выясняется, что нет денег. Потом ближе к концу отчетного периода, получается, деньги приходят и надо их как-то быстро потратить. Зачастую так и бывает. Есть именно фонды и организации, которые, в принципе, нормально, то есть и вовремя все отдают, а есть, причем, чем меньше посредников на пути между фондом и именно непосредственно исполнителем проекта, тем, собственно, лучше получается работа, насколько я так заметил. Соответственно, если проект идет из нескольких источников, это немножко проще. Но у меня опять-таки был прецедент, что после определенных у нас событий, типа выборов, еще чего-нибудь, деньги заканчиваются во всех источниках на некоторое время. Допустим, меня должны были по одному фонду финансировать и по другому фонду. И у одного фонда деньги, то есть, сказали там попозже выплатим, и в другом. Соответственно, опять оказывается, что нет никаких денег. Ну, вот это вот чисто вот такие материальные аспекты работы. То есть, бывает важно именно не количество, а то, чтобы все это было вовремя. А иначе зачастую получается так, что мы как бы выиграем какие-то деньги, потом по ним отчитываемся, потому что в отчетный период приходят, и потом только эти деньги приходят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА